Ребята, всем привет! Дайте мне обратную связь, потому как меня видно, как меня слышно. Да, Альбин, вебинар начинается. Так, отлично. Сегодня у нас с вами тема – это маркетинг-план компании. И мы будем разговаривать о том, откуда берутся деньги в компании Лайканет, о том, что нужно делать с партнером, какие направления в деятельности есть и что нужно делать для того, чтобы зарабатывать деньги. Смотрите, у нас есть четыре основных источника дохода. Первый – это доход с клиентской сети. Далее – это фиксированные бонусы за подключение магазинов, доходы по карьере и есть еще дополнительный источник пассивного дохода. Сейчас мы все это более подробно с вами разберем. Итак, доход с клиентской сети, он из себя что представляет? Когда партнер раздает свои реферальные ссылки знакомым и незнакомым людям, они регистрируются, делают покупки, такие клиенты получают кэшбэк со своих покупок и получают шоппинг-пункты. Это выгода клиентов. Партнеры зарабатывают, получая 1% с общей суммы покупки клиента. Я на это обращаю внимание, потому что есть на территории России компании тоже кэшбэк-сервисы, которые работают по партнерской программе. И там партнеры получают свои доходы, свой процент не от полной суммы покупки клиента, а от кэшбэка, который сам клиент получил со своей суммы покупки. То есть это очень важный момент. О каких деньгах идет речь? Сколько можно зарабатывать, получая 1% с покупок клиентов? Если взять в среднем, что семья из 3-4 человек тратит на покупку еды в супермаркетах около 400 евро, в рублях это около 30 тысяч рублей. Ну, сюда мы еще приплюсуем расходы на бензин. Вот на еду и на бензин. Предположим, семья тратит около 400 евро. 1% с покупки клиента составит, вот в данном таком примере, 4 евро, ну, либо 300 рублей. Если умножить количество клиентов, 100 человек на 4 евро, то это получается уже доходность 400 евро. Ну, то есть 100 клиентов, они могут приносить вот такой доход. Это в рублях около 30 тысяч рублей. У нас партнеры, клиентскую сеть могут растить безгранично в ширину. То есть можно с течением времени создать клиентскую сеть в тысячу человек. И таким образом можно зарабатывать уже не 400 евро, как со 100 клиентов, а уже 4000 евро, либо 300 тысяч рублей. То есть вот такую доходность дает вот этот вид дохода, доход с клиентской сети. Почему такая высокая доходность? Потому что наша компания, она заключает контракты с крупными продуктовыми сетями. И клиенты, конечно, заинтересованы пользоваться мобильным приложением нашим. Почему? Потому что люди обычно там основной бюджет тратят. И, конечно же, с таких сумм покупок, с крупных покупок хочется возвращать свои деньги обратно абсолютно законным способом, абсолютно свои деньги. Вот, поэтому наше мобильное приложение, оно пользуется высокой востребованностью. И поэтому здесь у партнеров достаточно высокий доход вот с этого вида заработка. Кроме того, если вы вот посмотрите правее, еще есть доходы по карьере. То есть построение клиентской сети, оно приносит два варианта дохода. Первый – это 1% покупок первой линии, а второй вид дохода – это доходы по карьере. О том, как зарабатывают на карьере партнеры, я расскажу немного позже. А сейчас перейдем к следующему виду дохода. Это доходы с подключения магазинов. Когда партнер подключает лично магазин, ну, это может быть не просто магазин одежды, обуви, игрушек, концтоваров. Это может быть любой бизнес, абсолютно заинтересованный в привлечении новых клиентов. Это могут быть кафе, рестораны, могут быть салоны красоты, медицинские центры, шиномонтажи, ну, все, что угодно. И бизнесам к нашему сервису подключаться выгодно. О том, почему это выгодно, я рассказываю на презентациях бизнеса нашей компании. Кому хочется это посмотреть, можете обратиться к тому человеку, который вас сюда пригласил на этот вебинар, либо задать вопросы в чате. У нас есть чат для потенциальных партнеров. Он называется «Будущее с лайком». Вы тоже можете туда попасть и там задавать вопросы. Так вот, партнеры, занимаясь подключением магазинов, получают за факт подключения магазина фиксированный бонус. Он варьируется от 50 до 400 евро. Зависит размер бонуса от того, на какой тариф подключается магазин и в какой стране работает партнер. То есть есть немножко, ну, небольшая разница между доходами партнеров разных стран. Это первый источник дохода с подключением магазинов, а второй источник дохода – это также доходы по карьере. То есть здесь смотрите, что происходит. Когда партнер сам лично подключает магазин, либо когда кто-то из его партнеров в структуре тоже подключает магазин. Вообще партнер на любой глубине. Каждое подключение магазина, оно дает определенное количество шоппинг-пунктов. И вот эти шоппинг-пункты, они учитываются для дохода по карьере. То есть здесь вот я обращаю внимание, что фиксированный бонус от 50 до 400 евро – это деньги, которые получает партнер за личное подключение. То есть когда он сам подключил магазин. А шоппинг-пункты вот эти от 100 до 800 шоппинг-пунктов, здесь партнер получает, независимо от того, он сам подключил, либо кто-то из его партнеров в структуре подключил магазин. Вот это вот обратите внимание. И доходы еще есть по партнерской сети. Каким образом они складываются? Зарегистрированный клиент для того, чтобы стать партнером, он приобретает для себя бенефит-ваучер. Бенефит-ваучер – это такой подарочный сертификат, который клиент сам себе приобретает. И средствами этого сертификата клиент может оплачивать покупки в специальном магазине. Он называется Benefit Store. То есть за счет покупок вот этих бенефит-ваучеров создается товарооборот. То есть партнер тратит эти деньги на себя, происходят покупки. И за вот этот вот товарооборот компания начисляет определенное количество шоппинг-пунктов. В данном случае один приобретенный сертификат, он дает начисление 100 шоппинг-пунктов. Эти шоппинг-пункты, они также летят в корзину карьера. И сейчас мы с вами более подробно разберем о том, как же зарабатывать по карьере. Вижу вопрос в чате. Единоразово при подключении или постоянно за бизнес? Лен, а если вы имеете в виду бонус от 400 до... От 50 до 400 евро, это единоразовый фиксированный бонус за подключение, то есть за факт подключения магазина. Так, СП, не поняла. А, шоппинг-пункт, ага, поняла. Шоппинг-пункты, они начисляются каким образом? Я сейчас по карьере расскажу. Сейчас расскажу. Они начисляются и единоразово за факт подключения магазина, и потом тоже они дают определенные выгоды потом с ежедневного оборота, которые происходят в магазине. Я сейчас об этом чуть позже расскажу. Поэтапно буду рассказывать, чтобы у вас тоже в голове все по полочкам разложилось. Итак, мы переходим к карьере. Смотрите, ребята, вот возьмем четвертый уровень. Там видите общий товарооборот 20 тысяч шоппинг-пунктов. Вот найдите эту строку. У меня курсор, я знаю, что вам его не видно, поэтому буду так словами пояснять, куда смотреть. 20 тысяч шоппинг-пунктов – это оборот общий по структуре. То есть при достижении вот этого оборота партнер получает фиксированный бонус 1200 евро. Так, секунду, ребята, секунду. У меня старая презентация, старая. Секунду, секунду, ребята. Я прошу прощения за такую техническую накладку. Сейчас я быстренько загружу презентацию. Прямо секунду, ребят. Да, Лен. Один раз, а потом уже происходит начисление шоппинг-пунктов от того, как клиенты этого бизнеса делают покупки в магазинах. Да, все верно поняли. Прямо одну минуточку. Можете пока что-то поспрашивать, давайте, чтобы в тишине не сидеть. Вообще, тема подключения магазинов – очень интересная тема. Она действительно дает серьезные возможности вывести бизнес на серьезный уровень, потому что подключая любой магазин, даже самый такой маломальский, даже у самого маленького магазина, ну, минимальная клиентская база, человек 100 есть. И это уже оборот, это уже хорошее. То есть вы одним движением руки, легким движением руки, подключая один бизнес, вы сразу приобретаете себе такую мощную клиентскую сеть, минимум от 100 человек. Поэтому заниматься подключением магазинов очень выгодно. Так, ребят, переходим к маркетингу. Вот, здесь у нас свежая табличка. От первой линии, Лен, вам идет 1%. И шоппинг-пункты, да, от этого оборота идут. Вот, смотрите, мы как раз к этому моменту пришли. Откуда происходит начисление шоппинг-пунктов? Вот, с каких источников приходят шоппинг-пункты для формирования вот этого оборота? Смотрите, первый источник – это когда клиенты вашей первой линии делают покупки, они получают кэшбэк со своих покупок, и им начисляются шоппинг-пункты. И вот эти шоппинг-пункты, они летят к вам в корзину карьеры, там накапливаются в течение месяца. Дальше, когда вы подключаете магазины, вы тоже в том числе получаете оборот по шоппинг-пунктам с этих магазинов. И когда подключаются партнеры, то здесь тоже происходит оборот по шоппинг-пунктам. Ну, это вот все то, что я рассказывала. Смотрите, когда подводится общий оборот по шоппинг-пунктам, вот на четвертом уровне просто давайте посмотрим, для получения дохода в 1200 евро и в 1200 монет дигитальной валюты нужно выполнить два условия. Первое – это создать оборот общий, структурный, и иметь три линии, три ключевых партнера, то есть три ветки по маркетингу. В этом случае при достижении определенных вот этих параметров партнер получает первое вознаграждение – это доход в евро. Вот четвертый уровень мы смотрим – 1200 евро. И второе вид вознаграждения – это дигитальная валюта. Она называется икредитс. Партнер ее тоже получает. Обратите внимание, что партнер начинает получать монеты икредитс, начиная со второго уровня. То есть на первом уровне только происходит начисление денег. Два критерия есть для выполнения условий для получения фиксированного бонуса. Вот я сейчас их проговорила. Это общий структурный оборот и количество веток, чтобы веток было не меньше трех – это очень важно. И чтобы в этих ветках прошел определенный объем оборота по шоппинг-пунктам. Вот. Обратите внимание на то, что доход выплачивается по наименьшему из критериев. Что это значит? Это значит… Вот давайте в примере на четвертом уровне разберем. Предположим, у вас товарооборот по шоппинг-пунктам больше 20 тысяч. В двух ветках у вас оборот, ну, скажем так, по 10 тысяч, да, а в третьей ветке просто тысяча. Вот исходя из этого, вот из этих критериев, у вас получается, что один из критериев – это вот оборот в одной ветке, в которой тысяча, он соответствует наименьшему критерию, это вот критерию третьего уровня. То есть оборот по ветке составляет тысячу. Поэтому, несмотря на то, что общий, да, оборот был на уровне четвертого, но из-за того, что в одной ветке оборот меньше, соответственно, вы как партнер получите доход третьего уровня. Ребят, дайте обратную связь. Вот это понятно, как я объяснила. То есть доход выплачивается по наименьшему из критериев. Понятно, да, вот этот момент? Тогда двигаемся дальше. То, что я рассказала, доход, он называется фиксированный бонус. Есть еще второй вид бонуса, всего их два. По карьере можно два вида бонуса получать. Второй бонус – это карьерная комиссия. Обратите внимание, смотрите, вот с правой стороны такие оранжевые ярлычки, на которых бонусы написаны. А если вы чуть левее возьмете, там будет столбик, в котором указан коэффициент. То есть на каждом уровне прописывается свой коэффициент. Это определенная цифра. И вот через этот коэффициент происходит расчет карьерной комиссии. Сейчас я покажу, как это рассчитывается. Смотрите, предположим, вы заняли четвертый уровень. То есть вы достигли четвертого уровня, и вашему уровню соответствует коэффициент 0,425. То есть это прям фиксированная цифра, которая прописана вот в той табличке, где я показывала. У вас три ветки – Виктор, Иван и Мария. В первой ветке у Виктора прошел оборот шоппинг-пунктов 16 тысяч. То есть он тем самым закрыл третий уровень, и третьему уровню соответствует коэффициент 0,375. Как считается доход с оборота вот этой ветки? Берется ваш коэффициент 0,425, вычитается коэффициент, который соответствует уровню Виктора, получается определенное значение 0,005. И вот эта вот цифра, она умножается на оборот, который дала ветка Виктора. То есть 16 тысяч умножается на 0,005, и получается значение – это ваш евровый доход. Ну, то есть доход в евро. Получилось 80 – это 80 евро. Таким же образом просчитывается доход по ветке Ивана и по ветке Марии. Вот у Ивана второй уровень, потому что у него объем шоппинг-пунктов менее 6 тысяч. И у него там свой коэффициент, да, 0,325. То есть от вашего коэффициента вычитается его, полученное значение умножается на оборот, на 5,5 тысяч, и получается 55 евро. То же самое подсчитывается по ветке Марии, и ваш личный оборот, видите, вот там, где человечек с галстуком изображен, личный оборот 100 шоппинг-пунктов. Предположим, вы купили себе бенефит-ваучер, то есть у вас тоже прошел оборот, со своего оборота вы получаете коэффициент в полном объеме. Итого дополнительный доход на четвертом уровне у вас может быть еще 189,25. То есть к доходу в 1200 евро, к доходу в 1200 дигитальной валюты и кредит, у вас будет еще дополнительный бонус 189 евро. Ну, это вот при таких условиях, да, что в ветках вот именно такой товарооборот произошел. Еще есть очень важное условие, очень приятное оно, то, что коэффициент фиксируется на 6 месяцев. То есть когда вы достигаете четвертого уровня, ну, предположим, да, берем пример вот такой четвертого уровня, у вас вот этот коэффициент 0,425, десятитысячный, он фиксируется за вами на 6 месяцев. То есть даже если вы в следующем месяце встанете на уровень ниже, ну, мало ли что, да, произошло, и вы не смогли вновь закрыть четвертый уровень, а закрыли только третий. Тем не менее, ваш расчет вот этой карьерной комиссии, он будет происходить от вот этого коэффициента, который у вас есть сейчас. То есть когда вы потом в следующем месяце достигнете, например, выше квалификации пятой, то за вами зафиксируется пятый, коэффициент пятого уровня в течение 6 месяцев он будет фиксироваться. Ну, это очень выгодно, потому что единожды там достигнув какого-то высокого уровня, вы закрепляете вот этот коэффициент на достаточно длительное время. Что еще, какие еще есть нюансы по карьере, по заработку на карьере? Обратите внимание, вот с первого по третий уровень, вот в том столбике, про который я вам говорила, где коэффициенты указаны, то есть этот столбик, он находится левее ярлычков с доходами вот этих оранжевых. Вот там, может быть, вам мелко видно, но там есть такая полоса, где написана балансная программа. Что это значит, вот эта полоса? То, что когда происходит начисление вот по этой карьерной комиссии, то для партнеров, которые от первого по третий уровень достигают квалификации, здесь цифры, значения, которые получаются, это не доход в евро, это шоппинг-пункты. И эти шоппинг-пункты, они идут на образование персонального юнита, который открывает балансную программу. Я прекрасно понимаю, что вам сейчас вообще непонятно, что я говорю, какие юниты, какая балансная программа. Сейчас я об этом вам более подробно расскажу, вам станет все понятно. Смотрите, каким вот образом это происходит. Представьте, что вы как партнер достигли первого уровня, и здесь за вами числится коэффициент 0,25. У Виктора прошел оборот 300 шоппинг-пунктов, у него нулевой уровень, потому что для первого уровня нужно хотя бы 600, у него 300. У Ивана 200 оборот, у Марии 100. Суммарно получается оборот и ваш личный оборот, как раз получается там 700, оборот 700 шоппинг-пунктов, то есть вы достигли первого уровня. Здесь каким образом происходит расчет? То есть из вашего коэффициента вычитается 0, потому что все ребята, они на нулевом уровне, то есть никакого уровня не достигли. И, собственно, получается, что ваш коэффициент умножается на объем шоппинг-пунктов, который прошел по каждой ветке. И то значение, которое получилось, вот, например, по ветке Виктора, это получилось 7,5. Это не 7,5 евро, это 7,5 шоппинг-пунктов. У Ивана 5 шоппинг-пунктов, у Марии 2,5 шоппинг-пунктов, и ваш личный объем тоже 2,5. Итого получается 17,5 шоппинг-пунктов. Вот эти вот шоппинг-пункты, они складываются в корзинку, в корзину баланса, и ждут, когда накопится 50. Вот как только накапливается 50, то есть, например, в первый раз, в первый месяц вы закрыли первый уровень, у вас накопилось 17,5. Дальше вы в следующем уровне, в следующем месяце вышли на второй уровень, например, и у вас там, предположим, скопилось 40 шоппинг-пунктов. Предположим, да. Таким образом, у вас накопилось 57,5 шоппинг-пунктов, то есть 50 было, и вот с этих 50 образовался юнит. Сейчас я расскажу, что это за юнит такой, и чем он полезен, чем он интересен. Мы, собственно, с вами сейчас пришли к четвертому пункту, это получение пассивного дохода по балансной программе. Что это такое? Смотрите, когда образовывается юнит, он встает в основание вот этой вот воронки, да, вот этой балансной корзины и активирует ее. Этот юнит, он приносит вам пассивный доход. Каким образом? Когда вот посередине, там видите, такая полоса белая, и как бы вот эта корзина, она делится на две части. То есть когда с одной стороны накапливается три юнита, и с другой стороны накапливается три юнита, срабатывает первый баланс, и вам компания производит выплату в евро. Когда потом с другой стороны пять юнитов накопится, и с другой стороны пять, то тоже происходит баланс, и компания вам выплачивает тоже определенное количество евро. Суммарно, когда вот в этой во всей корзине накопится 35 юнитов с одной стороны и 35 с другой, то есть всего это 70, то суммарно за все это количество балансов, когда программа будет срабатывать, у вас суммарно получится 510 евро, из которых 110 евро пойдут к вам на ваш расчетный счет, на вашу банковскую карту, а 400 евро они останутся в личном кабинете, и ими можно будет оплачивать разные бизнес-инструменты, в том числе покупку бенефит-ваучеров. То есть, смотрите, у вас за счет вот этого юнита активируется программа баланса, и у вас начинает работать вот этот пассивный доход. Почему это пассивный доход? Потому что вам не нужно дополнительно ничего делать для того, чтобы получать вот этот доход. Я сейчас объясню, с чего он берется, вам станет, я уверена, понятно. Смотрите, за счет чего происходит наполнение вот этой корзины баланса? За счет того, что ваши партнеры, то есть, когда вы строите партнерскую сеть, к вам в команду приходят партнеры, они достигают своих уровней с первого по третий, у них также формируются вот эти юниты, и как только у партнеров, которые у вас в структуре, которых вы привели, вы и ваши партнеры туда в глубину, то есть, там учитывается вся глубина, когда у них формируются вот эти юниты, все эти юниты, они летят к вам в корзину баланса, то есть, они здесь расставляются. Когда клиенты вашей первой линии делают покупки в магазинах, им начисляют шоппинг-пункты, и 50% от начисленных шоппинг-пунктов, они летят тоже, они накапливаются, и как только накапливается 50 шоппинг-пунктов, образуется юнит, он летит в эту корзину баланса. Кроме того, когда ваши клиенты первой линии раздают ссылки своим знакомым, и эти знакомые тоже ходят и делают покупки, у них тоже происходит начисление шоппинг-пунктов, то также 50% от этих шоппинг-пунктов, они также летят в корзину баланса, складываются, как только накапливается 50, то образуется юнит, и он также летит сюда к вам в корзину баланса. Кроме этого, когда вы лично, обращая внимание, не по структуре все, любые партнеры, а именно вы лично, подключается магазин, и клиенты этого магазина ходят и делают покупки, получая шоппинг-пункты, и также, точно так же, 50% от этих шоппинг-пунктов, они накапливаются, образуется юнит от 50 шоппинг-пунктов, и они тоже залетают к вам в программу баланса. Почему, ребята, это выгодно? Ну, то есть, почему я это называю пассивным доходом? Потому что, по факту, вы, приходя в компанию, да, за основными деньгами, вот по карьерной программе, просто за одним процентом, просто за фиксированными бонусами по подключению магазинов, вы выполняете определенную работу. И параллельно, кроме того, что вы получаете доходы по карьере, да, по маркетингу, вы еще параллельно за те же самые действия получаете еще вот этот пассивный доход. То есть, вот эта корзина баланса, она накапливается просто параллельно с тех же самых оборотов, которые у вас происходят просто по основной вашей деятельности. Поэтому это очень круто. И на самом деле вот эти 510 евро – это не все деньги, которые приносит ваш вот этот персональный юнит. Смотрите, сколько всего можно заработать с одного юнита. Когда ваш юнит пройдет вот эту первую программу баланса, первую корзинку соберет, он, ну, как бы так продавливается и вываливается вот во вторую корзину баланса. Для ее наполнения требуется 60 юнитов. И как только корзина вот эта наполняется, то есть она тоже наполняется, в ней срабатывает баланс, когда 3 с одной стороны юнита, 3 с другой, там срабатывает баланс, потом 5 с одной, 5 с другой, тоже срабатывает баланс. Но в итоге за полное наполнение корзины, если суммировать все вот эти выплаты, которые частично производились, партнер получает 330 евро. Эти деньги, они полностью идут у партнера на его банковскую карту. Далее юнит, он опять продавливается в следующую корзину, и там на наполнение юнитов требуется 50, там получает партнер 1100 евро, в следующей корзине 3300 евро, и в самой последней корзине 11000 евро. То есть суммарно, смотрите, ребят, один персональный юнит, он приносит 16240 евро. Конечно, вот этот процесс движения юнита, он достаточно длительный. Не могу сейчас сказать, сколько это может занять времени, потому что это всецело зависит от того, как работаете вы, как работает ваша структура, то есть насколько бурно развивается ваша клиентская сеть, какое количество партнеров в вашей структуре выходит на уровни. То есть здесь все зависит от формирования юнитов, у каждого свой темп. Но это та работа, за которой вы просто параллельно получаете пассив. Еще есть очень важное уточнение, такое приятное уточнение. Когда ваши клиенты делают покупки, клиенты вашей первой линии, и вот с их покупок образовываются юниты, то каждый первый и каждый десятый юнит, образованный с покупок клиентов вашей первой линии, он становится вашим персональным. Что это значит? Что он точно так же начинает вот это свое движение по всем пяти корзинам, и он вам начинает зарабатывать деньги. Скажите, ребят, какие вопросы есть по балансной программе? Да, Михаил, запись будет. Пока вы думаете, я вам продолжу дальше рассказывать. Это еще не все. Смотрите, когда у партнера накапливается семь юнитов, то есть, ну, семь персональных юнитов, а тогда этот партнер может накопленный свой восьмой юнит, ну, который вот образовался, да, от покупок клиентов, он его может уже разместить в международную программу баланса. То есть, его юнит может залететь в корзину баланса партнера, например, в других странах. Здесь, что важно понимать, что вот эти юниты по странам, они распределяются родомно. То есть, нельзя выбрать, да, вот, что вы выбираете, хотите, чтобы этот юнит стал международной программой, вот именно там в Америку или именно в Италию. Здесь программа распределяет родомно, здесь повлиять на это нельзя. И когда в вашей балансной программе вдруг вы увидите юниты черного цвета, это будет означать, что кто-то из других партнеров, проживающих в других странах, точно так же вот свой восьмой юнит поставил в международную программу баланса. Ну, этому юниту нужно же куда-то встать. Вот программа его направила, например, в Эстонию, вы в Эстонии, к примеру, работаете, то этот юнит, он залетел просто в вашу корзину баланса, в ней разместился, вот таким образом образовался вот этот, ну, то есть, такие юниты, которые случайно попадают с других стран, других партнеров, которые размещают вот по международной программе баланса, они черного цвета. Артем, вы, пожалуйста, уточните, что непонятно. Что именно, вот какой у вас вопрос? Я тогда на него чуть позже, Артем, отвечу, да, и так, ага, при чем тут другие страны? Сейчас скажу. У нас же в компании много стран, да, 49 стран с нами работают, и, ну, вот, например, да, мы работаем в Эстонии, и та программа баланса, которая у нас, вот, у каждого партнера запускается, она находится вот в рамках Эстонии, страны. И это она, персональная программа в рамках той страны, в которой мы находимся. Есть партнеры, которые работают, например, в Германии. У них там тоже персональная программа, она у них в Германии. И когда у партнера появляется, например, восьмой юнит, он не хочет его ставить к себе в балансную программу, в свою личную, персональную. Он хочет, чтобы его юнит попал в какую-то страну и там работал. Вот он так хочет, например, этот партнер. И тогда вот этот юнит этого партнера, он же должен встать куда-то в какую-то балансную программу. И он может, например, в мою балансную программу встать. Тогда он будет там отображаться черным цветом, и этот юнит тому партнеру из Германии будет приносить доход уже в соответствии с тем, как будет наполняться моя программа баланса. То есть здесь вот это будет влиять, зависеть от этого. Юниты не приобретаются сейчас. Возможность приобретать юниты была раньше у партнеров, у тех партнеров, которые зашли в бизнес до 15 июля этого года. Ребята смогут приобретать юниты за деньги, можно будет их приобретать с 15 августа. Те ребята, которые заходят вот сейчас, уже такой возможности нет. Юниты можно просто получать в подарок от компании, просто работая, и все. То есть достаточно просто качественно свою работу выполнять, и вы будете получать вот эти юниты совершенно бесплатно. Дим, если приобрести восьмой юнит, да, вы его можете сами выбрать, что вы хотите, чтобы он пошел в международную программу баланса. Ну, по поводу международной программы, да, баланса, вот это, да, Артем, правильно, это типа лотереи. Там нельзя, да, нельзя не выбрать страну, не как-то повлиять на то. Здесь в своей, да, в своей программе баланса вы можете влиять на интенсивность заполнения корзины. Здесь уже все в ваших руках. Итак, ребят, двигаемся дальше. Пассивный доход по программе баланса, он просто вот очень много возможностей, он впечатляет, реально, вот меня очень впечатляет. Смотрите, по программе баланса есть еще такие виды бонуса, они называются коуч и сеньор коуч бонус. Что они означают? Они означают, что когда партнер вашей первой линии получает доход по балансной программе, то вы получаете 20% с дохода такого партнера. Вот видите, здесь обозначено у партнера первой линии 110 евро доход. Это доход от заполнения первой корзины баланса. Помните, я говорила, что партнер получает 510 евро, 110 идет на расчетный счет, а 400 остается внутри системы. И здесь доход партнер, коуч бонус, он получает именно с тех денег, которые на банковскую карту идут. То есть с тех 400 евро партнер доход не получает. То есть вот только с этих 110. Дальше все те бонусы, про которые я говорила по корзинам, которые идут, 330 и так далее, эти деньги, они все полностью переходят на банковскую карту, и поэтому вот этот коуч и сеньор коуч бонус партнер получает с тех сумм в полном объеме. То есть только с первой корзины баланса получается с части дохода, а там с полных сумм дохода выплаты происходит. Здесь по второму уровню, то есть с первого уровня партнера получают 20%, со второй линии получают 5%. Ну вот на примере, да, здесь видно, что 22 евро с 110 дохода и 16,5 евро от дохода второго уровня партнера, когда тот получил 330 евро. Так, ребят, как вам вообще, скажите? Крутой возможности, нравится? Лена не совсем поняла вопрос, юнит имеется в виду целая корзина. Вот это вот не поняла, прям поподробнее уточните, не пойму вопрос в чем. Ребят, мы перешли к очень важной теме маркетинга. Это тема партнерской активности. Ну, любой сетевой бизнес, он фундаментом, да, любого сетевого бизнеса является партнерская активность. Во многих компаниях есть такое понятие, как ЛТО, личный товарооборот. И это действительно является базой. Почему? Потому что если в бизнес приходят партнеры, которые сами не пользуются тем продуктом, который продвигают на рынок, то, собственно, ни с чего партнеры будут зарабатывать, потому что все будут приходить зарабатывать, но ничего не будут покупать. Понятное дело, что не будет продаж и ни с чего будет зарабатывать. Ну, это такая вот, да, предыстория. Вот. В любом случае, только активные партнеры в любой сетевой компании, только активные партнеры получают доход. У нас партнерская активность, она закрывается двумя основными способами. И вот тот способ, про который я сейчас буду рассказывать, это эксклюзивный способ. Я такой способ не видела ни в одной сетевой компании. Что это значит? Смотрите, когда клиенты вашей первой линии делают покупки, они получают шоппинг-пункты, вот эти вот ваши клиенты. И эти шоппинг-пункты, они накапливаются в корзину карьеры, и там склады скапливаются. И как только там накапливается 50 шоппинг-пунктов, ребят, на самом деле не 500, не 5000, не 1000, а всего 50 шоппинг-пунктов, это 50 клиентов, которые по разу что-то купили и по одному шоппинг-пункту получили. То есть партнерская активность вот за счет покупательной способности клиентов, она закрывается очень легко, очень. А как только у вас накапливается в корзине карьеры 50 шоппинг-пунктов, у вас в кабинете загорается галочка, что вы активный партнер, и вы имеете право на получение всех видов дохода. Вот. То есть партнерскую активность можно подтверждать не только за счет своих личных покупок, а за счет покупок своих клиентов. Это, конечно, тот вариант, на который мы все ориентируемся. Единственное, что пока у нас Россия не открыта, то есть пока мы не можем активно выстраивать свою клиентскую сеть, мы, собственно, за этот счет вот таким образом, мы пока партнерскую активность подтверждать не можем. Но у нас есть второй вариант, ну, классический, стандартный, тот вариант, который во всех сетевых присутствует, мы им можем пользоваться. Он что из себя представляет? Это когда партнер приобретает в личном кабинете бенефит-ваучер. Бенефит-ваучер – это такой подарочный сертификат, который партнер тратит сам на себя, ну, то есть средствами этого сертификата партнер оплачивает свои покупки в специальном магазине. Магазин называется бенефит-стор. Когда партнер вот этот бенефит-ваучер приобретает, у него сто шопинг-пунктов идут в карьеру, то есть накапливаются, да, там, для получения доходов по карьере. У партнера, у такого дается месяц активности, то есть вот такое приобретение партнеру дает активность и возможность получать доходы в течение месяца следующего. И, кроме того, при приобретении вот этого бенефит-ваучера каждый партнер получает от компании подарок. Подарок очень классный. Это одна десятая доля компании. Что это такое, сейчас поподробнее расскажу. Вообще наша компания, она… Так, погодите, сейчас чуть-чуть попозже расскажу. У нас есть еще один вариант продления активности, подтверждения активности. Это приобретение бенефит-ваучера стоимостью в 999 евро. То есть можно еще вот такой вот огромный бенефит-ваучер приобретать. Но это для тех партнеров, у которых, например, есть цель какую-то действительно крупную покупку сделать. Ну, почему бы нет? Запросы у всех разные. И там одно дело купить себе, грубо говоря, чехол на телефон, а другое дело, когда человек хочет себе компьютер, например, какой-то купить, ну, либо какую-то дорогую технику. Почему бы не воспользоваться? Потому что за счет этого партнера, за счет приобретения вот такого сертификата на 999 евро, партнеру идет в карьеру сразу 750 шоппинг-пунктов. Ну, то есть, конечно, если есть такая возможность, если есть тот товар, который партнер хочет в магазине бенефит-стор приобрести, то, конечно, очень выгодно эту покупку делать именно через этот магазин, потому что и активность партнер продлевает, и еще плюс у него есть возможность по карьере побольше подняться за счет того, что вот такое количество шоппинг-пунктов в карьеру идет. И покупка такого ваучера, она отдает в подарок партнера одну целую долю компании. Обращаю внимание, что несмотря на то, что бенефит-ваучер стоит вот такой вот в 10 раз дороже, чем минимальный, но месяц активности только дается. То есть не на 10 месяцев, а всего тоже на месяц. Вот это тоже имейте в виду. Так вот, я хотела рассказать про доли. Что же это за доли? Компании такие, откуда они берутся, что они дают, ну, какая в них выгода? Компания наша, она образовалась в 2003 году, и, ну, то есть она изначально была таким маленьким кэшбэк-сервисом, но который очень успешно начал развиваться. Компания получала доход, у нее были деньги, она постепенно скупала разного плана компаний-предприятия, ну, разной деятельности. Здесь вот некоторые перечислены, то есть это и производство органической продукции, это поддержка стартапов, это строительные компании, компании с недвижимостью, которые работают, то есть, ну, разного плана. И, естественно, со всех этих направлений деятельности, а компаний 150 сейчас вот под шапкой корпорации MyWorld работают, со всех этих компаний наш холдинг, он получает прибыль. И 25% от этой прибыли компания делится с активными партнерами, активными партнерами, которые имеют целую долю. То есть вот у тех партнеров, у которых есть целая доля, с момента того, как она образовалась, то есть партнер, например, может, приобретая бенефит ваучера, ну, каждый месяц, например, по одному ваучеру приобретая по 99 евро, партнер, тем самым, получая в подарок по одной десятой доле, может за 10 таких покупок накопить целую долю. И вот с момента того, как эта доля у него образовалась, отсчитывается 48 месяцев, и по истечении 48 месяцев партнер начинает получать доход. То есть вот эти все 25%, они делятся между всеми активными партнерами, которые имеют целую долю в компании. Вот эта доля, она начисляется не деньгами, она начисляется шоппинг-пунктами. То есть представьте, ребят, я сейчас покажу вам эти возможности, потому что я полагаю, что у кого-то из вас могли быть такие мысли, что гораздо интереснее деньги сразу получить на руки. На самом деле нет. На самом деле гораздо выгоднее получать шоппинг-пункты. Почему? Потому что представьте, что, например, вы за год работы подключили, ну, 100 партнеров. Вот так вот возьмем, что в вашей структуре есть 100 партнеров. И у каждого из этих партнеров есть, например, одна доля. То есть вот они в течение года тоже эту долю накопили. Не могу утверждать, не могу говорить, да, сколько точно, но предположим, не будем брать, что там тысячи, да, что вот одна доля будет давать тысячу шоппинг-пунктов. Я думаю, что смело можно взять, что одна доля будет давать 100 шоппинг-пунктов, но я уточняю, что это мы сейчас просто прикидываем, да, как это может быть, в какие-то доходы может вылиться. Давайте вот возьмем 100. Ну, я не думаю, что 10. 10 – это совсем смешно. Я думаю, что меньше 100 не должно быть. Так вот, 100 шоппинг-пунктов приносит одна доля. У вас 100 партнеров, у которых по одной доле. Ну, за год вы вот так наработали. Получается, мы 100 партнеров умножаем на 100 шоппинг-пунктов. Это у нас что получается? 10 тысяч, да. То есть у вас оборот в структуре, вот в карьеру идет, вот такой вот оборот по шоппинг-пунктам – 10 тысяч. Понимаете? То есть вы за счет этого выходите на более высокие карьерные уровни. Ваши партнеры тоже выходят на более высокие карьерные уровни за счет того, что у них тоже есть партнеры, которые имеют эти доли. Поэтому, ребят, на самом деле быть лояльным потребителем того продукта, который вы как партнеры продвигаете на рынке, я сейчас говорю о том, чтобы приобретать бенефит-ваучер вот эти, да, ну, не будем говорить прям за 999 евро, но хотя этот бенефит-ваучер, оно дает сразу целую долю, вот с этого момента начинается отчет 48 месяцев. Просто, да, вот за 99 евро, который бенефит-ваучер. То есть этими средствами можно оплачивать покупки, и при этом можно в подарок получать доли, которые потом позволят вам и вашим партнерам, которые также, да, будучи лояльными потребителями, точно так же смогут потом очень круто продвигаться по карьере. Ребят, у меня по маркетингу для вас вся информация. Давайте отвечу на ваши вопросы. Задавайте их, я сейчас пока почитаю, что вы уже спросили. Так, Лен спрашивает, надо 7 корзин заполнить. Нет, Лен, не 7 корзин, нужно, чтобы у вас было 7 персональных юнитов. Персональный, вспоминайте, первый персональный юнит, он скапливается, когда вы с 1 по 3 уровень карьеру достигаете, там подсчитывается карьерная комиссия. Давайте я прямо перейду сейчас к этому слайду, чтобы вам удобнее было. Так, секундочку. Что немножко зависло. Вот, смотрите, у вас когда образовался первый юнит персональный, вот он персональный у вас. Дальше предположим, что у вас следующий юнит, он образовался от того, как ваши клиенты что-то покупают. Вот, вы помните, я говорила, да, что каждый первый и каждый десятый юнит, образованный с покупок ваших клиентов первой линии, он становится персональным. То есть вот отсюда у вас могут образоваться персональные юниты. Может произойти такое, что вы, например, очень длительное время находитесь, там с 1 по 3 уровень идете, да, длительное время. Ну, как пример, да, например, что вы прям 10 месяцев на третьем уровне вот стоите, стоите, и каждый раз, когда у вас происходит начисление карьерной комиссии, то все вот эти вот обороты, они у вас идут в шоппинг-пункты, и там просто может образоваться достаточно большое количество юнитов. То есть вот если их образовалось 7, то 8, который у вас образовался, вы можете его, ну, сами вручную назначить, вот можете обозначить, чтобы он пошел туда на международную программу баланса, чтобы он к вам не в персональную вставал, а в международную пошел. Лен, скажите, понятно? Я ответила, ребят, вот тоже, да. Так, дальше Лена спрашивает, один шоппинг-пункт – это 100 евро, даже меньше 10 тысяч рублей по курсу на сегодня, так? Лена, это я тоже не поняла этот вопрос, к чему именно он относится. И, ну, то есть у нас нет такой оценки, что один шоппинг-пункт равен 100 евро. Давайте тоже уточните, не поняла я, что это значит. Вот по поводу того, что пока нет целой доли, зачисление не производится, да. То есть как только целая доля накапливается, от этого идет отчет 48 месяцев. Только по истечении этих 48 месяцев начинает компания выплачивать вот этот доход. Примерный оборот клиента. Вопрос в чем? На какую сумму должен сделать покупку клиент, чтобы эта покупка принесла один шоппинг-пункт? Вот так звучит ваш вопрос, Лен, скажите. Я вот так правильно поняла или нет? Смотрите, у нас нет таких четких цифр. Почему объясню. Потому что когда магазины для своих клиентов спецусловия предлагают, то есть магазин сам прописывает, какое количество шоппинг-пунктов он будет начислять клиенту. То есть вот сейчас в Европе, да, в других странах, например, клиент приходит в один магазин и там делает покупку на 100 евро. И ему вот именно в этом магазине, например, начисляется 5% кэшбэка и, например, 3 шоппинг-пункта ему начисляются. А он придет в другой магазин. Ну, предположим, вот он в первый магазин пришел в магазин констоваров. Ну, предположим. Он потом приходит в магазин одежды и там тоже тратит 100 евро, но там ему начисляют, например, 7% кэшбэка и 1 шоппинг-пункт на эти 100 евро. То есть в разных магазинах потраченные 100 евро, они дают разное количество шоппинг-пунктов. В каком-то магазине клиент может получить пол шоппинг-пункта, в каком-то 10 может шоппинг-пунктов получить. Поэтому здесь нельзя вывести какую-то среднюю формулу, за счет которой можно четко, ну, закладывать вот в расчеты, а на какую сумму должны клиенты покупать. Не могу вам сказать. Если прям вот совсем-совсем приблизительно, то где-то, наверное, 1 шоппинг-пункт, он около, может быть, 5 тысяч рублей. Ну, и то это вот прям очень-очень приблизительно. Начисляется, Лена? Начисляется, но в пропорциях начисляется. То есть если, например, в магазине в карточке прописано, что за покупку на 100 евро начисляется 1 шоппинг-пункт, то тратя, например, 50 евро, клиенту начислена будет половина шоппинг-пункта. То есть там в пропорциях это все начисляется. Ребят, какие еще есть вопросы? Если мы получаем себе в карьеру шоппинг-пункты со всей структуры, независимо от уровня глубины, то кто платит по окончании карьерного месяца? Каждым партнерам, выполнившим ту или иную квалификацию. Компания платит. Компания, наша компания выплачивает. Когда партнеры получают вот этот вот 1%, да, ну то есть с магазинами вся эта идет привязка. Каким образом? Магазины, когда заключают контракты с нашей компанией, они из, ну то есть там в контракте это все прописано. Прописано, какое количество, процент какой они получают, отдают своим клиентам. То есть это сколько для клиента идет. Там прописан 1%, который партнеры получают вот с доходов своих клиентов, с покупок клиентов. Там прописана комиссия, процент, который компания LikeNet получает с покупки, с покупок этого клиента. И там туда же закладывается вот этот оборот по шоппинг-пунктам. То есть какое количество шоппинг-пунктов получает клиент и партнер. То есть это все туда. Да, это все за счет магазинов, это все производится, да. Так, СП в сетях, СП в сетях, магазинах и АЗС будут начисляться на сумму кэшбэка или на сумму покупки. 1% доход с кэшбэка получает партнер. Реген, шоппинг-пункты в магазинах и процент клиента, они получаются с полной суммы покупки. То есть, например, клиент пришел в магазин, купил на 1000 рублей. Если у него 10% кэшбэка, то он с 1000 рублей получил 100 рублей кэшбэка, ну, деньгами. Если у него еще прописано там, что при покупке на 1000 рублей он получает 1 шоппинг-пункт, ему еще 1 шоппинг-пункт в личный кабинет туда тоже упадет. То есть все это в личный кабинет у клиента стечется. А партнер с такой суммой покупки клиента с 1000 рублей, он получит 1%. То есть это будет 10 рублей. То есть и партнер, и клиент, они получают доходы с суммы покупки клиента. Ребята, есть еще вопросы? У нас с вами осталось буквально 5 минут. Шоппинг-пункты, которые клиент получает со своих покупок, он может обменивать и очень выгодно обменивать на скидки на те товары и услуги из раздела специальных акций. То есть там в мобильном приложении есть прям такой раздел акции. Клиент туда может зайти и обменять шоппинг-пункты на скидку на те или иные товары. Там один шоппинг-пункт, он приравнивается к 5 евро. То есть можно, например, ну, я не знаю, там фен для волос, например, в этих акциях стоит. И, например, фен стоит, я даже не знаю, сколько сейчас фена стоит. Ну, предположим, там 100 евро он стоит, и акция проходит, что отдай 2 шоппинг-пункта и получи скидку 10 евро, например, на покупку этого фена. То есть клиент просто отдает 2 шоппинг-пункта своих, которые ему бесплатно с предыдущих покупок достались, и получает еще вот скидку такую на, ну, в виде 10 евро. Далее, все верно, не от кэшбэка, а от суммы покупки. Да, это важно, это я вот во время презентации говорила, обращала на это внимание, что это важное отличие по доходу, что мы с полной суммы покупки получаем свой 1%. Не с кэшбэка, который клиенты получают, не с этой суммы, а с полной. Ребята, есть еще прям 3 минутки. Могу еще ответить на вопросы. Если вопросов нет, то я тогда буду с вами прощаться. Очень хорошие вопросы вы сегодня задавали, прям очень такие умные. Видно, что вы разбираетесь, всерьез рассматриваете возможности, это хорошо. Думающие партнеры нам очень нужны. Так, я так понимаю, СП у клиента копятся в личном кабинете, и они не привязаны к магазину. Да, Лен, все верно. В этом как бы и удобство, в этом и фишка. Мне очень нравится вот этот пример, который я в жизни в своей привожу. У меня есть карта Газпрома, которую я купила за 300 рублей, бонусная. И, ну, предположим, да, что у меня на ней скопилось 500 бонусов. Я же не могу приехать с этой карты в Макдональдс и сказать, ребят, мне тут 500 бонусов, дайте мне гамбургеров на эти 500 бонусов. Ну, понятное дело, мне никто с этой карты ничего в Макдональдсе не даст. То есть это так не работает. А наше мобильное приложение, оно работает таким образом. То есть просто достаточно приложения иметь, вы заправляетесь, вы ходите в супермаркет за едой, вы на Алиэкспресс что-то покупаете, все деньги стекаются со всех магазинов в одно место, в личный кабинет, живыми деньгами стекаются и выводятся на вашу банковскую карту. А уже когда деньги на вашей банковской карте, вы можете их вообще потратить на что угодно. Вы можете на рынок пойти, там что-то купить, можете за телефон заплатить, за квартиру, ну, вообще все, что угодно. А шоппинг-пункты вы, конечно, тратите в рамках тех магазинов, которые с компанией сотрудничают. Но нет привязки, что вы этот шоппинг-пункт получили от продуктового магазина, именно этого, что вы именно там должны потратить. То есть здесь такого у нас нет. И в этом заключается очень большое удобство для клиентов. Поэтому наше мобильное приложение, оно так востребовано. Недаром по всему миру с нами сотрудничают более 15 миллионов клиентов. То есть это на самом деле, это число показывает востребованность. Ребята, большое спасибо вам за то, что сегодня были со мной на этом вебинаре. Спасибо за ваши умные вопросы. Если у вас еще какие-то вопросы остались, пожалуйста, задавайте их в чате, либо своему наставнику, и мы будем на них отвечать. Я прощаюсь с вами. Пока.